Мир вам, братья и сестры! Все, кто слушает нас онлайн, и которые, может быть, позже будут слушать, знаете, мы сюда приходим, чтобы напитать наши души этой духовной пищей. Но зависит от того, Христос приготовил для нас, я думаю, мы все понимаем, хорошую пищу. Но зависит от нас, как мы эту пищу принимаем. Как и в обычной кухне или в столовой, тоже есть люди, это я не ем, это я не ем, а это для меня вкусно, да? Так и в церкви бывает. А если мы были бы внимательны, я думаю, нам бы все очень вкусно было бы. И мы бы даже не хотели отходить от этого стола. Но поэтому Господь не раз призывал, чтобы мы были внимательны к тому, как мы слушаем. Когда Христос был на земле с учениками, он ходил. И потом, мы знаем, такой случай был, он своим 12 ученикам сказал, «Я даю вам власть, идите подвое и совершайте чудеса, исцеляйте больных». И они пошли. И знаете, когда они пришли, и я желаю нам об этом прочитать, что дальше было, и об этом я хочу потом поделиться своими мыслями. Мы читаем Евангелие от Луки, 9 глава, с 10 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, с 10 стиха. Апостолы, возвратившись, рассказали Иисусу обо всем, что они сделали. Потом Он взял их с собой, и они пошли одни в город, называемый Вифсаида. Однако толпы народа, узнав об этом, пошли за Иисусом. И теперь внимательно. Он радушно их принял и говорил им о Божьем Царстве, а также исцелял тех, кто в этом нуждался. День уже клонился к вечеру, и 12 подошли к Иисусу и сказали, отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные поселки и селения и нашли себе ночлег и пищу, ведь мы здесь в пустынном месте. Иисус ответил, вы сами дайте им есть. Ученики удивились, да ведь у нас только пять хлебов и две рыбы, разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей. От нам одних только мужчин было, около пяти тысяч. Но Иисус сказал ученикам, рассадите люди группами, человек по пятьдесят. Ученики так и сделали. Когда все сели, Иисус взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать хлеб и рыбу и давать их своим ученикам, чтобы те раздавали народу. Все ели и насытились и собрали еще двенадцать корзин остатков. Я назвал свою проповедь «Прием неожиданных гостей». Я убежден, что там, около этого города, в Ифсаиде, произошло настоящее божественное чудо. У людей действительно было только пять хлебов и две рыбы. Все они были действительно насыщены. Остатками действительно заполнили двенадцать корзин. Я думаю, мы все этому верим, потому что Слово Божие это говорит. Иисус и Его ученики жили как, я скажу, как одна семья с общей едой и с общими деньгами. Мы знаем даже, кто управлял этими деньгами, хотя у них не было постоянного места жительства. Знаете, после напряженных дней Иисус, ну я могу себе так представить, планировал со Своими учениками уединиться в пустынное место около этого города, в Ифсаиде, чтобы побыть вместе и иметь, знаете, больше времени для молитвы, может быть, и для отдыха. Ну, вы представляете, Христос человек тоже был на то время. И ученики, они изнемогали с раннего утра и до позднего вечера. Они не ездили, они пешком ходили. И вследствие этому они тоже уставали и отдыхать им тоже нужно было. Но, знаете, большая толпа последовала за Иисусом, об этом мы читали, и Его учениками. И удивила, так сказать, эту семью своим визитом. Вроде только здесь Христос был с толпой, и тут они с учениками свои не хотели просто уединиться. Они пошли в сторону города. И вот визит такой, да? Ну, чтобы нам более понятно было. Вот сейчас вы приедете домой, ну, сразу, наверное, переодеваться, кто идет на кухню, что там чуть готовить, на обед надо, да? И тут сын один подбегает. Папа, там две машины приехали, на дворе у нас стоят. Он только пришел, а тут телефон зазвенел. Слали, еще две семьи приедут. А там кто-то в церкви сказал, и мы хотели к вам приехать. И знаете, столько насобирался. Это называется неожиданные гости. Но мы должны быть всегда готовы на все, да? И вот так и у Иисуса. Толпа последовала за Ним. И Иисус, знаете, я скажу, оказался хорошим хозяином. Он позволил этим людям прийти к Нему и давал им то, что они от Него хотели. Знаете, это и есть главная мысль этой истории. Иисус помогает всем, кто приходит к Нему, и Он насыщает их. Кроме насыщения, Он исцелял их. У каждого были какие-то свои нужды, и Он на все это обращал внимание. И я думаю, что ни один человек от Него не уходил, не оставшись довольным. Мы нигде не читаем, что вот человек ушел, вот он меня не исцелил, не смог, отказал, времени нету, сказал, да? Нет. Такого мы не читаем. И но то, как Он насыщает людей, заслужит, я думаю, более особого внимания. И об этом я хотел бы сегодня поговорить. И в этом мы видим три главных принципа в приеме неожиданных гостей, которые сегодня еще достойны, но я скажу тоже, внимания, как в наших реальных семьях, так и в семье христианской церкви. Эти три принципа есть следующие. Обязанность, смущение и доверие. Итак, первое, я сказал, обязанность. Когда люди стали голодными при Иисусе, ученики хотели их просто отослать от себя. Были некоторые такие моменты, да? Когда детей переносили. Я представляю там где-то, чтобы Иисус, может, не так заметил, потому что Он сразу их укорит. Они так, забирайте детей, ну, нам не так никогда, да, смотрите, сколько людей. Тут эти люди, но они теперь кушать хотят. Быстро хотели избавиться от них. Они хотели избавиться просто от обязанностей хозяина. Но Иисус, я здесь читал, Он сказал Своим ученикам, вы сами дайте им есть. Вы сами накормите их. И это есть общая обязанность для учеников Иисуса. Слово Божье очень часто напоминает нам голодного накорми и будьте гостеприимными. Да? Об этом мы читаем. Даже когда там на на диакона или на служителя ставят, там тоже об этом написано. Гостеприимным должны быть. И если мы действительно хотим быть христианами, то мы не должны быть равнодушны к голоду других людей. Я бы сказал, знаете, не только физический голод, но и жажда других вещей. Например, жажда утешения и внимания. Сейчас в последний понедельник мы в последний путь провожали брата Дмитрия, не нашего. Мы были в том же здании, где в январе мы проводили нашего сына. брата Дмитрия похоронили почти рядом с нашим сыном. Знаете, это все всплыло опять так как бы свеже. И знаете, брат пастор со своей женой подошли и еще некоторые друзья подходили, ободряли, утешали. И знаете, это приятно. Мы тут даже не только насыщать пищей, а даже вниманием. кто-то нуждается в нашем утешении. Знаете, тогда намного легче нести какую-то утрату или боль. И мы на это должны обращать внимание. Знаете, вот и поручение Иисуса вы сами дайте им есть относится к голодному, но я скажу ближнему, то есть людям, которые сейчас рядом с нами и которые сейчас нуждаются в нашей помощи. Я знаю, что есть еще так называемый дальний ближний, который может быть еще более голоден. Того мы тоже не должны забывать. Но знаете, есть опасность, что мы выбираем себе ближнего по нашему вкусу. Может быть, черного ребенка, например, с какими-то грузными глазами на рекламной доске где-то в городе на фотографии, на билбордах. Там мы видим какая-то организация, туда можно деньги перечислить. Легче. Записал, перечислил, вроде сделал, да? Это очень хорошо. Когда мы можем кому-то перевести пожертвование, помочь бедным, нуждающимся, только мы должны быть, я скажу, осторожными, чтобы нам из-за дальнего ближнего не забыть о ближайшем ближнем. Человек, который действительно звонит, может быть, в нашу дверь, на наш телефон и, может быть, даже этим раздражает нас, он просит помощи у нас. А как мы к этому относимся? Такую-то Африку мы быстрее перечислим. А вот рядом, если есть, или вот мы в город заезжаем, если едем с Армстронга, там столько этих тачек, начиная от моста, даже еще перед мостом, где вот эти бомжи живут, да? Я уже иногда детям говорил, надо взять наш большой котел, может быть, и плов им сделать, и тут же даешь кушать и им сразу Христе рассказывать. Но дети мне сказали, это тоже не всегда так может произойти, как мы все думаем, потому что может приехать какие-то органы, как в России были санэпидстанции, потому что это связано с едой. Но надо все узнать. И мы знаем, что из нашего опыта, например, кому-то нужна наша помощь, когда мы чем-то очень заняты. Или когда может быть люди приходят в церковь, и эти люди по нашим представлениям может иногда не соответствуют нашим желаниям, которые вместо того, чтобы, например, приносить взносы в церковь, они сами еще в этом нуждаются. Я знаю, и мы нуждались, мы тоже приехали в Канаду по рабочей визе, и церковь нам немного помогала, когда мы жили в Манитобе. Поэтому я говорю из опыта, и сегодня есть у нас в церкви, я думаю, которая нуждается. Поэтому я хотел ударение сделать не только дальнему, ближнему помочь, но сначала надо своим, здесь, если есть у нас такие. И все же остается это обязанность нашего Господа Иисуса Христа. Вы сами дайте им есть. Помочь людям, которые обращаются к нам за помощью, даже если они приходят неожиданно и не вовремя, как нам иногда кажется. Думаю, что мы хотим исполнить обязанность, что мы действительно хотим помочь нашему ближнему. Иногда случается, что перед нами встает такое, знаете, большое но. Вот примерно так. Я хотел бы помочь, но не могу. Мы слышим такое, да? Я хотел помочь, но не могу. Итак, мы пошли ко второму принципу приема неожиданных гостей. Это смущение. Вот это смущение, вот это мы не можем, я не могу, также сильно ощущали ученики Христа во время насыщения этих пяти тысяч человек. Я думаю, что это, наверное, было причиной, по которой они хотели быстро избавиться от этих людей. Ну, запросто бы мы их накалили, но чем? Мы не можем, да? Я думаю, у каждого из учеников такая мысль проскользнула в голове. И когда Иисус напомнил им об их обязанности, они возразили, я тут читал, да ведь у нас только пять хлебов и две рыбы, разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей? Это, конечно, было невозможно, потому что на это у них никогда не было столько финансов, как для них в то время было пять тысяч людей, пять рыбок и две, пять хлебов и две рыбки. Сегодня мы тоже можем пять тысяч людей представить, да? Это не только здание здесь наполнится, здесь и парковка, и все будет полно. И им надо дать есть. Что эти пять хлебов и две рыбки? И знаете, вот эти пять хлебов и две рыбки, они были, я скажу вам, как сегодня говорят, как капля в море. Ну, вот пять человек можно кормить, ну, десять человек. Но пять тысяч, и это только мужчин. А если каждый привел свою половинку, может быть, не все женаты были, ну, и дети еще были там. То смело можно сказать, там может до десяти тысяч было, может и больше. Не знаю точно, да? Не написано. И обязанность принять и как положено обслужить незваных или нежданных гостей, казалось, для учеников Иисуса завышенным требованием. Иисус сказал, вы сами дайте им есть. Знаете, это, ну, планка чересчур выско поднята Иисусом. Как ученикам казалось, и так нам сегодня бы тоже казалось, если бы мы не знали бы конец этой истории. И это привело их в большое смущение. И такое смущение, думаю, нам тоже очень хорошо известно. Когда люди обращаются к нам и просят помощи, но у нас нет того, что им нужно. Нам не хватает денег, нам не хватает времени, нам не хватает, может быть, сил, но иногда нам не хватает и нервов. И мы очень хотели бы помочь, но просто мы не можем, мы безнадежно, я скажу, перегружены какими-то обстоятельствами, какими-то своими проблемами. Да, наше смущение велико. Если мы хотим помочь, мы себя чувствуем не иначе, как ученики до кормления пяти тысяч. И теперь мы хотим обратить особое внимание на то, как сам Иисус справляется с этим смущением. Он, так сказать, хозяин среди учеников, и Он ответственный в этом кругу, в этой семье. Но, знаете, Иисус не унывает из-за этого смущения, несмотря на сложившуюся обстановку, Он проявляет уверенность. Он просит своих гостей, как мы тут читали, занять места, так выглядел, как будто, знаете, он сразу им хочет какую-то обильную пищу подать. И я представляю, все сидят в таком ожидании, что сейчас будет. И в этом порядок, да, по 50 человек. Не так, что толпа вправо, толпа влево, и дальше как-то будет. Просто, когда читаешь Писание, мы можем обратить, что действительно Бог есть, Бог устройства. И здесь мы подошли вот к такому моменту, как Иисус это все делал, Его поведение. Знаете, гостеприимство это, я скажу, вопрос доверия. А доверие это не беспечность или беззаботность какая-то, и не просто позитивное мышление, как сегодня многие врачи нам говорят. Ты думай, что болеть не будет и не будет болеть. Это называется позитивное мышление, которому обучают всех докторов и врачей. Это уже самовнушение, это связано с другими силами. И это неуверенность в себе, само доверие, и не просто какой-то оптимизм, а все будет хорошо. Само как-то все будет, все придет. От этого ничто не произойдет. Но это, знаете, это доверие основано на близких и тесных отношениях с небесным отцом. Иисус очень ясно дал понять, на траве сидят тысячи голодных, перед ним пять хлебов и две рыбы. И что он делает? Он держит на руках, смотрит на небо. В этот момент Иисус со своим отцом небесным никакой смущения не руководит Иисусом на этот момент. И, знаете, даже небеспокойство о том, справится ли он со своей обязанностью как хозяин, но только доверие к своему отцу. Он смотрит на небо и молится. Мы должны это запоминать для себя, что мы читаем. Может быть, нам придется не только иметь представление о теории, а может быть, и практику. Когда придет время ни купить, ни продать, мы должны это вспоминать. Мы должны знать эти истории, как Иисус делал, что Он повелевал Своим ученикам делать. Он произносит молитву, молитву благодарения. И потом Он начинает ломать хлеб и поручает раздать это малое. И знаете, тут наступает невероятное чудо насыщения. Вот это вопрос доверия. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иисус доверяет Своему Небесному Отцу и доверяет Ему все в молитве, а Небесный Отец не оставляет Своего единородного Сына. Поэтому произошло все так, что Он мог насытить всех. Дорогие друзья, эта история не гарантирует, что Небесный Отец поможет нам избавиться от всех наших смущений и трудностей через какие-то чудеса. Некто может думать, да я уже столько молился, пробовал так же сам делать, и как-то Бог не значит в этом не воля Его. Мы должны молиться Господи, а что есть воля Твоя? Не так, что прочитал и тут же сразу ничего не делается. Я так и знал еще добавить. Такая вера у нас бывает. И знаете, божественное чудо всегда великое исключение. Это не само собой разумеющееся, иначе чудеса уже не были бы чудесами. Это когда человек себе представляет, что он вошел в какой-то тупик, выхода никакого нет. И мы имеем веру в Бога, и он делает чудо. Вот это чудо. Они на каждом шагу, в каждый час, каждый день мы хотим какие-то чудеса. Это уже не чудо, это уже мы привыкнем к этому. И Небесный Отец имеет много способов помочь нам и преодолеть наши трудности, и дать возможность помочь другим и насытить их. Часто это происходит намного медленнее, может быть, менее эффективно, чем чудо насыщения, которое мы здесь читали, но все же случается и сегодня. Суть в том, что мы тоже должны делать наше смущение делом доверия, чтобы мы не сдавались и не сделались равнодушными и не стали какими-то безрассудными или слишком уверенными в себе. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сейчас вот. Пять хлебов, едовые рыбки. Сейчас мы тут быстро и ничего, да? Это уже вот наше я. Уверенность в себе. Важно, чтобы мы взирали на небеса. Важно, чтобы мы имели этот тесный контакт с Богом и с Иисусом Христом. Чтобы мы говорили с Ним, чтобы мы просили Его, чтобы мы благодарили Его, Бога. И, знаете, я так счастлив, что я принадлежу к большой семье, а это семья Божия, это церковь, и это есть Божья Царства. Там Небесный Отец является домохозяином, и одесну его сидит его единородный Сын и правит всем. Это мой Господь Иисус Христос. И этим мы все тоже радуемся. Это тот, кто не отправляет домой, когда к нему приходят за помощью. Брат Александр читал нам, стучащему отворят, ищущему, ищущий находит. Это к Богу мы приходим, стучим, Он откроет нам. Он не отправит нас домой, когда мы приходим к нему за помощью. Это тот, кто может насытить тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами. Это тот, кто прощает грехи миллиардам людей, если они только придут к нему с покаянием. Это тот. Он тот, кто победил силу и власть смерти своим воскресением. Да, я принадлежу к этой великой семье и я хочу принадлежать к ней всегда. Если я это осознаю, то, знаете, мое доверие будет сильным, включая уверенность в том, что я могу служить другим и помогать им, несмотря даже на наше человеческое смущение. Даже если я останусь в одиночестве, или может быть как одиночного христианина даже в моей семье и в моей церкви. Да поможет нам Господь, чтобы действительно мы доверяли Ему, чтобы мы имели всегда вот это тесное общение с Богом нашим, а дальше Господь все усмотрит. Да прославится Его имя и в этом собрании. Ему слава за все. Аминь. Субтитры